друзья привет это проект география инвестиций меня зовут евгений мой публичный портфель очередная неделя сегодня 4 декабря суббота и мы делаем обзор моего портфеля и размышляем о том что будет на следующей неделе и до конца года но что поехали и так мой портфель все также убытки 419 тысяч шестьсот семьдесят два рубля минусуем на две целых шестьдесят шесть процентов то есть на 11 тысяч рублей прошедшая неделя была довольно непредсказуемой и мы даже опускались ниже этих отметок минусовали про почти пять шесть процентов но все-таки вернулись к коррекционному уровню начала недели и так bristol майерс показал отскок от уровня 53 доллара за одну акцию поднялись к уровню 56 32 цента и я надеюсь все все-таки будет рост потому что в конце декабря закрытие реестра акционеров если не ошибаюсь 30 декабря по bristol майерс будет закрытие реестра акционеров держим и ждем что будет дальше кого-то глобального снижения по этой бумаги я не вижу поэтому спокойненько в ней будем сидеть полиметал как и золото немножко находится в баковике на уровне 1331 рубль мы торгуемся по акции поле металл держим наша цель 1800 2000 рублей за акцию думаю концу года не думала надеюсь что концу года мы эту цену увидим я закрою поле металлу позицию вырезан также показал отскок от уровня поддержки 50 долларов за акцию сейчас мы торгуемся в районе 51 доллар 42 цента 6 января 2022 года по вырезана будет закрытие реестра акционеров держим и ждем либо выплату либо цену которую я оставил то есть 60 долларов за акцию western union также оттолкнулся от отметки 16 долларов за акцию и сейчас торгуется в районе 17 долларов 24 центов тоже закрытие реестра в конце декабря так что держим и смотрим моя цель по western union 25 долларов но думаю если достигнет цена хотя бы 22 доллара то я закрою позицию меняю достаточно немного и в то же время освобожу кэш для покупки какой-нибудь другой бумаги но удержим ее так как это дивидендная акция бумагах xerox а тоже мы видим большую волатильность то мы спускаемся ниже 18 долларов за акцию то подумаете опять в район 20 долларов за акцию 17 декабря если я не ошибаюсь закрытие реестра акционеров по этой бумаге так что мы держим по-любому и и до 17 декабря но если цена подойдет в к отметке хотя бы 22 доллара за акцию то я закрою позицию по компании xerox моя любимая нлмк в боковике 219 рублей за акцию торгуется в пятницу 3 декабря было закрытие реестра акционеров ждем хорошие дивиденды от этой компании держим думаю понедельник откроется гэпом вниз но ничего страшного на просадках я буду опять же докупать эту бумагу если у меня будет рублевый кэш в наличии русагра ушел боковик торгуется в районе 1100 1150 в общем пока мы застряли на этих отметках ждем цену в 1300 и я закрываю позицию по компании русагра но думаю ближайшее время это не случится так что пока держим ее у меня и не столь много где 10 штучек всего так что ничего страшного в том что она у меня терпается в портфеле пока моя уже ставшая любимая тот нефть опять ходила на 460 и отолкнулась в район 495 500 рублей за акцию ходим достаточно стабильно и следующая отметка я думаю будет это уже 550 560 в январе будет закрытие реестра акционеров уже объявили если не ошибаюсь 16 января выплата где-то примерно 10 рублей на одну акцию это чуть больше 2 процентов доходности так что либо держим до закрытия реестра акционеров либо если цена поднимется в район 550 560 я закрою эту позицию и зафиксируем прибыль в данный момент бумага у меня в портфеле плюсует на почти два с половиной процента 81 штука на 40 тысяч рублей я ее закупил доллар сша потерял весь энтузиазм сходили мы на 76 рублей за 1 доллар и опять мы торгуемся в районе 73 рублей в 80 копеек за 1 доллар но это не столь важно думаю ниже 70 мы доллар по-любому не увидим а только выше 70 моя цель 80 рублей за доллар и я думаю мы ее достигнем так как наш всеми любимый рубль это довольно нестабильная валюта в прошлом выпуске я рассказывал о том что я хотел вывести деньги из меня списали практически четыре тысячи налога по инвестициям и 30 ноября мне все-таки произвели корректировку и вернули аж триста двадцать пять рублей обратно на счет спасибо спасибо что хоть веру вернули хоть столько но спасибо но ндфл достаточно жалко итак друзья что же происходит на рынках чему нам готовится и был ли этот отскок как мы как большинство людей называют его на фондовом рынке отскок дохлой кошки или все-таки будет новый рост я думаю в ближайший месяц мы все-таки глобальную коррекцию не увидим никакого армагеддона не случится недавно я лазил по ютюбу смотрел что интересного есть про финансовые рынки попался мне ролик вася вася который ведет день деньги не спят и у него название ролика по моему армагеддон от меняется новые вершины и даже его не стал смотреть его одно время смотрел но если я смотрел бы его чаще наверное я полностью бы слил свой капитал который у меня есть поэтому не стоит всему верить то что говорят в интернете и только надеяться на свой разум и свою интуицию и так приближается у нас на американском рынке это предновогодняя ралли предрождественская скай скажем так все таки я надеюсь будет рост и рост будет достаточно сильным а вот уже начало 2022 года и последующие его месяцы и кварталы меня наверное как бы не внушают надежды я думаю все таки надо полностью выходить в кэш выходить в кэш наверное я буду уже в начале января посмотрим посмотрим и я вот этот год до торгую и наверное я закрываю этот проект который я веду который называется мой инвестиционный портфель потому что просмотров на ютюбе по сути мало о чем-то рассказывать смысла нету поэтому это был мой эксперимент в инвестициях я хотел их показать и дальше я уже буду наверное инвестировать не публично уже для себя так что до конца декабря мы еще с вами увидимся еще будет несколько роликов по обзору моего портфеля а дальше уже все мы закрываем этот проект и думаю к нему больше не вернемся так что если у вас есть вопросы пишите их либо в комментариях либо ко мне в личку если хотите чтобы проект продолжался то тоже пишите мы продолжим тогда снимать ролики такого формата вот если вам это не интересно то этом все получился такой маленький небольшой ролик спасибо что досмотрели его до конца оставьте комментарии ставьте лайки дизлайки в общем до новых встреч на заканчивающемся проекте мой публичный портфель всем пока